Всем привет! В нем по-прежнему нет часов от Apple, зато мы знаем, что они таки будут. Мы знаем, какие они будут, и мы знаем, когда они будут. Apple сама рассказывала, мы записывали. За подробностями на чозасайт.ком. За это время успела закончиться выставка IFA, на которой, скажем так, обновились все ключевые флагманы и мейнстримные аксессуары. Что, как и зачем, смотрите в плейлисте IFA 2014. Ну а теперь переходим к новостям посвежее. Поехали! На этой неделе Microsoft представила операционную систему Windows 10. Да, Windows 10. Нет, вы ничего не пропустили. Действительно, следующую за 8.1 версию ОС разработчики назвали 10, чем знатно развлекли публику и дали повод для появления многочисленных шуток и острот. Что будет? Пуск с живыми плитками и возможностями кастомизации. Поддержка работы с несколькими виртуальными рабочими столами. Сенсорно-ориентированный интерфейс, функция универсального поиска и многое-многое другое. Ну а самое главное, Windows 10 станет операционной системой и для десктопов, и для ноутбуков, и для планшетов, и для смартфонов. Вряд ли речь идет об одном и том же коде. Скорее всего, Microsoft просто хочет подчеркнуть, что все ее продукты чрезвычайно экосистемны и отчаянно удобны во взаимодействии друг с другом. Горячие новости с рынка электронной коммерции. Ньюзмейкеры, интернет-магазин eBay и его собственная платежная система PayPal. Как стало известно, ребята хотят разделиться и функционировать как независимые компании. Шаг давно ожидаемый и логичный. С получением свободы каждый из сторон сможет развиваться динамичнее. Притом планы есть уже у обоих. Так PayPal намеревается наладить работу с Apple Pay. Чтобы оплачивать покупки в реальных магазинах, можно было бесконтактным методом прямо со своего айфона. В eBay тоже кое-что меняется. Правда, это скорее к слову, чем по делу. Российские интернет-магазины получили возможность размещать свои предложения с рублевыми ценами и доставкой внутри страны на крупнейшей торговой площадке интернета. Стоит отметить, что ранее eBay был сосредоточен прежде всего на трансграничной торговле. Лоты в нашу страну шли из-за рубежа. Далеко не все российские интернет-магазины с энтузиазмом восприняли новость. Например, связной пользоваться открывшимися возможностями пока не собирается. Ну и раз речь зашла о магазинах, нельзя не упомянуть долгожданные старты продаж. С недавних пор в России стало возможно купить новые айфоны и Xbox One. Притом, любопытное дело, смартфоны были представлены меньше месяца назад, в то время как консоль анонсирована аж в мае прошлого года. Тем не менее, на рынке гаджеты появились практически одновременно и сейчас доступны у всех крупных ритейлеров. Xbox One с 3D-сенсором Kinect в комплекте сейчас стоит в среднем 27 тысяч рублей. iPhone 6 от 32 тысяч рублей. iPhone 6 Plus от 37 тысяч. А вот и новость для оригиналов. Квадратный смартфон с физическими кнопками, которые по совместительству еще и трекпад. На такое способна только BlackBerry. Компания представила свежий смартфон «Паспорт», слухи о котором ходили уже давно. У гаджета топовая начинка, включая процессор Snapdragon 800, 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта для хранения данных, отличный 4,5-дюймовый экран и емкий аккумулятор на 3450 мАч. Работает все это под управлением операционной системы BlackBerry OS 10.3, которая помимо нативных программ также позволяет запускать Android-приложения. Цена 600 долларов. Выглядит аппарат ну очень странно и непривычно. Что, впрочем, не помешало гаджету выйти на первую строчку топа самых продаваемых бесконтрактных смартфонов на Амазоне всего за несколько дней. А вот корейский флагман Samsung Galaxy Note 4, если в какие топы и попал, то исключительно по числу упоминаний в сети в связке со словом «щель». Первые владельцы гаджета были удивлены качеством сборки топового плафона. По периметру устройства производитель оставил заметный зазор, в который запросто вставляется кредитная карта, визитка или листик бумаги, например. Волна возмущения побудила Samsung выступить с официальным заявлением. Цитирую. «Данная особенность сборки моделей Samsung Galaxy Note 4 не влияет на их функциональность или качество. Мы можем заверить наших клиентов, что все смартфоны Samsung Galaxy Note 4 соответствуют нашим строгим стандартам производства и контроля качества». Конец цитаты. Отметим, что еще до того, как весь этот кошмар был обнаружен, в руководстве пользователя в разделе «Решение проблем» отдельный пункт отведен данной конструктивной особенности. В нем говорится, что щель оставлена специально и якобы препятствует возникновению нежелательного трения и вибраций отдельных элементов корпуса. Также инструкция гласит, что со временем зазор может увеличиться. В общем, всем выдыхать так и надо. Мы желаем вам хороших выходных, без лишних зазоров и неприятностей. А чтобы они прошли веселее, можно сходить на выставку «Игромир», которая прямо сейчас проходит в московском центре «Крокус-экспо». Не пропустите!